Наша тема. Кипение. Кипение это интенсивное парообразование, которое происходит при нагревании жидкости не только с поверхности, но и внутренне. Жидкость. Нагреваем. Передается какое-то количество теплоты. Кипит. Во время кипения образуется пар. Итак, жидкость. Кипение. Пар. Кипение происходит с поглощением теплоты. Большая часть подводимой теплоты расходуется на разрыв связи между частицами вещества. Остальная часть на работу, совершаемую при расширении пара. Итак, что такое количество теплоты? Количество теплоты, необходимое для перевода жидкости в пар в процессе кипения, можно рассчитать по формуле. Поняли, что это количество теплоты, необходимое для того, чтобы перевести жидкость в пар. Итак, формула для расчета Q равняется L умноженное на M при температуре кипения. Все понятно, да? Где M? Масто жидкости, которую мы пытаемся скипятить. И L – удельная теплота парообразования. Удельная теплота парообразования показывает, какое количество теплоты необходимо, чтобы превратить 1 кг данного вещества при температуре кипения в пар. Единица удельной теплоты парообразования в системе C – L равно 1 джоуль на килограмм. С ростом давления температура кипения повышается, а удельная теплота парообразования уменьшается и наоборот. То есть зависимость будет обратная. Итак, рассмотрим график. На графике хорошо видно, вот эта часть графика. Мы нагреваем, то есть жидкость при какой-то температуре взяли и нагрели до температуры кипения. Например, если это вода, то температура кипения 100 градусов. Далее начинается кипение. Температура меняться не будет до тех пор, пока вся вода не испарится. В этой точке воды уже нет, жидкости, если это какая-то другая жидкость. И мы будем иметь пар. Вся жидкость перешла в пар, то есть газ, и будет нагреваться далее уже газ. Вот он промежуток, где происходит кипение. Бурное парообразование. Так коротко можно сказать о кипении. Что же происходит в жидкости при кипении? Кипение представляет собой переход жидкости в пар с непрерывным образованием и ростом в жидкости пузырьков пара. Внутрь которых происходит испарение жидкости. В начале нагревания вода насыщена воздухом и имеет комнатную температуру. Всё. Мы начали нагревать. Смотрим, что происходит. При нагревании воды растворённый в ней газ выделяется на дне и стенках сосуда, образуя воздушные пузырьки. Вот у нас пузырёк образуется. Он только лишь накапливается. Набирается газом и начинает расти. Они начинают появляться задолго до кипения. Это пузырьки. В эти пузырьки испаряется вода. Значит, воздух, растворённый в воде, сначала образует пузырьки. И потом в эти пузырьки, не только с поверхности, но и с поверхности внутри этого пузырька, будет происходить испарение жидкости. Давайте будем говорить для большего понятия воды. Пар будет заполнять вот этот пузырёк, и в конце концов он станет настолько большой, что мы уже вот такой пузырёк видим, большой. Вот он, смотрите. Вот он растёт. Пузырёк растёт. И получается, вот он какой большой. Достигнув определённых разремеров, он отрывается от дна и поднимается. Там вот у нас был, который поднимается уже к поверхности воды и лопается. При этом пар покидает жидкость. То есть, если вода прогрета недостаточно, то пузырёк пара поднимается в холодные слои и схлопывается. Возникающие при этом колебания воды приводят к появлению во всём объёме воды огромного количества мелких пузырьков воздуха. Так называемый белый ключ, белое кипение. Есть такое-то понятие. Давайте. Дальше. На воздушный пузырёк объёмом на дне сосуда действует подъёмная сила. Вот у нас подъёмная сила, это Архимедова и сила тяжести. Смотрите. Вот пузырёк растёт, становится больше, больше, больше и отрывается. Подъёмная сила становится больше силы тяжести. И пузырёк получает такую возможность, как уйти вверх. Вот он уже оторвался. И за счёт подъёмной силы Архимедовой начинает подниматься вверх. И сейчас поднимется до самого верха. И пара уйдёт в атмосферу. На его месте образуется новый пузырёк и так далее. Неоднородность смачивания и слияния пузырьков на дне приводит к увеличению их размеров. При больших размерах пузырька, при подъёме сзади него образуются пустоты, разрывы и завихрения. Вот у нас видно. Пузырёк поднимается, а сзади вот такие завихрения. И мы видим, как бурно кипит вода за счёт таких завихрений и поднимающихся вверх пузырьков. Когда пузырёк лопается, вся окружающая его жидкость устремляется внутрь и возникает кольцевая волна. Смыкаясь, она выбрасывает вверх столбики воды. При схлопывании лопающихся пузырьков в жидкости распространяется ударная вода у звуковых частот, сопровождаемая слышным шумом. Мы слышим, как чайник кипит, шумит, поёт и так далее. Очень горячий кипяток можно получить на дне глубоких шахт. Давление воздуха значительно больше, чем на поверхности. Представим, что мы где-то находимся с вами в пещере или в шахте и пытаемся закипятить воду. На глубине 300 метров вода будет закипать при 1010 градусах Сельсия. Смотрите, в 10 раз больше температура кипения. А если мы будем подниматься вверх в горы, то наоборот кипение будет ниже. В горных районах на значительной высоте при пониженной атмосферном давлении вода кипит при температуре ниже 100 градусов. Если вы попытаетесь сварить картошку при 60 градусах кипения, то ничего не получится. Лучше её жарить.